МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Доброе утро. Правильно ли мы понимаем, что эта инициатива не только вашей организации, а еще множество других подобных организаций по всей Европе тоже собирают голоса? Да, вы совершенно правы. Мы инициировали эту петицию вместе с нашими коллегами из других европейских стран, таких как Дания, Норвегия, Польша и другие страны. И мы собираем подписи для того, чтобы передать их Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций, чтобы они закрыли рынки, где продают животных. Мы говорим о любых рынках, где продают животных, или все-таки есть какие-то дефиниции в этом отношении? Поясните. Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, подобных рынков огромное множество. И мы говорим именно о тех рынках, где одновременно продают и мясо убитых животных, и живых особей. То есть это делает ситуацию особенно опасной. Возникает такой тесный, необычный контакт между животными и людьми. Там совершенно антисанитарные условия, невозможно обеспечивать какой-либо эпидемиологический контроль. И особенно опасной ситуация становится, когда там продают диких животных. Так что да, мы говорим о таких рынках, где одновременно есть и мясо, и животные. По-моему, Эстонию эта проблема вообще никак не касается. У нас таких рынков нет, или я ошибаюсь? Да, в Эстонии таких рынков действительно нет. Такие рынки есть в Азии, в Африке, в Южной Америке и также в Соединенных Штатах Америки. Например, в одном только городе Нью-Йорке 80 таких рынков. Коронавирус стал причиной того, что собираются такие подписи, поскольку мы знаем, что летучая мышь стала источником этой болезни, которая сейчас распространилась по всему миру. Да, на самом деле рынки, где продают живых животных, это давно уже неоднозначная тема. Мы знаем, что там животные содержатся в очень плохих условиях, у них нет доступа к воде, к еде, они часто больные. Но что нам показал коронавирус, так это то, что здоровье людей очень сильно зависит от животных, которых мы употребляем в пищу, и также то, что здоровье людей по всему миру, оно взаимосвязано, оно как бы одно. Поэтому даже если мы сейчас не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что коронавирус начался именно в городе Ухань, на таком, так называемом, мокром рынке, тем не менее это никак не уменьшает риска и опасности, которые представляют такие рынки. И очень жаль, что людям зачастую нужен такой большой кризис, чтобы осознать то, о чем нас, на самом деле, ученые давно уже предупреждали. Ну, версия о том, что именно из Ухани началось распространение этого заболевания, именно летучая мышь была причиной того, одна из самых распространенных, и, надо полагать, от этого тоже зависит и то, насколько люди активно будут подписывать петицию. Вот вы уже набрали две трети, по сути, две трети необходимых голосов, более шести тысяч из нужных вам десяти тысяч. То есть получается, что со сбором необходимых голосов у вас проблем, по всей видимости, не возникнет. Да, мы видим, что отклик очень активный. В Эстонии действительно более шести тысяч подписей собраны. Если мы почитаем все подписи, которые мы собрали вместе с нашими европейскими коллегами, то подписей уже более сорока тысяч. Поэтому, да, кто еще не подписал петиции, может это сделать на сайте loumat.urut.nachtamatutloumat.ee И мы призываем всех активно участвовать, потому что только так мы сможем показать международным организациям, что нас волнует эта тема, и мы хотим, чтобы были предприняты меры. Ну, а вот как эти меры будут предприниматься? Допустим, можно уже сказать, что вы соберете необходимое количество голосов. Как дальше будут развиваться события? Сколько времени уйдет? Какие организации рассматривают ваш запрос? Да, мы собираем голоса до 16 июня. Затем мы передадим петицию постоянному представительству Эстонии при ООН, а также представителю ВОЗ в Эстонии. И мы попросим их о встрече, и передав голоса, мы покажем интерес общественности к этому вопросу. Мы покажем, что нас волнует эта тема, и мы попросим их предпринять меры в рамках их компетенции. Сейчас у нас отсутствуют механизмы того, как мы здесь, в Эстонии, можем, например, влиять на то, что происходит где-то далеко в городе Ухань. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие этих механизмов, мы чувствуем, что мы обязаны высказаться по этому поводу. Ну, а вами движет забота, в первую очередь, об эпидемиологической ситуации, или этический вопрос здесь тоже немаловажен, потому что вы, как защитники животных, не можете не обращать внимания на то, что судьба большинства животных на таких рынках остается достаточно незавидной. Да, с одной стороны, у нас эпидемиологическая ситуация, и с другой стороны, как я уже сказала, у животных там нет доступа ни к воде, ни к еде. Очень часто животных разных видов содержат вместе, и это, с одной стороны, повышает опасность распространения бактерий, с другой стороны, это очень жестоко по отношению к этим животным. Ну, если мы обратимся к нулевым годам, то когда у нас был птичий грипп, то Китай закрывал такие рынки, но потом он их снова открыл. Как в данном случае, по-вашему, нужно поступить? То есть закрыть эти рынки и запретить их навсегда? Да, каждый раз, когда у нас вспышка какого-либо вируса, мы видим, что мы осознаем, что нужно временно закрыть эти рынки. И я надеюсь, что пандемия коронавируса показала нам, что для того, чтобы избежать подобной эпидемии в будущем, нам нужно раз и навсегда действительно закрыть такие рынки. Если мы еще раз обратимся к тому, как можно подписать петицию, то здесь нужно оставить и свое имя, и фамилию, и адрес электронной почты, и номер телефона, те самые личные данные, которыми люди неохотно, может быть, делятся, потому что боятся, что они потом как-то злонамеренно будут использоваться. Что можете на этот счет сказать, как успокоить? Нет, у нас нет цели как-то злоупотреблять личными данными людей. Мы организация по защите животных, поэтому мы собираем эти подписи для того, чтобы повлиять на ситуацию и улучшить жизнь животных. И, как показывает практика, это улучшит также жизнь людей. У нас в гостях сегодня была представитель организации «Энэхтома» Тут и Лома, Танна Каплина. Спасибо. Спасибо.